Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ирина Брилева. Сегодня будем делать с вами аппаратный маникюр и покрытие гель-лаком. Достроим уголочек. Начинаю работать как обычно, с обработки рук антисептиком и со снятия старого материала. Твердосплавной фрезой кукурузкам с красной насечкой спиливаю предыдущее покрытие. Здесь важно работать плавными движениями, чтобы не было никаких выемок, впадин, бугров. Уже на этапе снятия материала делаем ровный ноготь. Этой же фрезой убираю лишнюю длину и далее работаю пилочкой. Пилочка у меня металлическая, многоразовая, со сменными одноразовыми файлами. Опиливаю форму мягкий квадрат. На указательном ногте у нас сломан угол, поэтому достроим его твердым материалом. Этой же пилочкой опиливаю поверхность ногтем. Здесь у нас осталось еще немножко базы, полностью ее убирать не буду. У моей модели сухая кожа, но не очень тонкая. И как раз таки для такого сочетания очень хорошо подойдет аппаратный маникюр. В первую очередь работаю пламенем. Конечно же перед этим отодвинула кутикулу пушером, отклеила ее от ногтем, это важный этап. И теперь уже работаю пламенем 0,25 диаметра. Здесь важно, чтобы носик у вас был короткий и острый, а пузико достаточно толстенькое. Именно такое сочетание алмазной фрезы нам нужно для того, чтобы хорошо вывернуть кутикулу юбочкой. На форварде обрабатываю левую сторону, вычищаю птеригий, работаю на 15 тысячах оборотов. И потом на реверсе обрабатываю правую сторону. Вычищаю птеригий, обрабатываю боковой валик. Теперь именно на реверсе начинаю ход в обратную сторону, от бокового валика к центру. Упираюсь в кожу. Таким образом выворачиваю кутикулу юбочкой. Важно этот этап выполнить качественно. От этого зависит, насколько травматично и аккуратно, и быстро, и легко мы потом срежем кутикулу шариком. Далее работаю шариком. В данной работе у меня шарик 0,33 диаметра, но можно выбрать и 0,40 и 0,50. Они тоже очень хорошо подходят. Это уже как кому удобнее. Здесь важно работать на невысоких оборотах. Пальчик берем верхним захватом, оттягиваем кутикулу и не спеша двигаемся шариком по вывернутой кутикуле. Я работаю примерно на 10 тысячах оборотов. Не спеша, легкими движениями, с небольшим нажимом срезаем кутикулу. Последним этапом полирую кутикулу силикон-корбидной фрезой. Маникюр выполнен, теперь приступаем к покрытию. Обезжириваю ногти нейл-препом. Перед тем, как приступать к покрытию, ремонтируем ноготь. Наношу каплю полигеля, распределяю ее по форме. Достраиваю необходимый уголок и отправляю в лампу. Субтитры сделал DimaTorzok Тем временем покрываю другие ногти базой. Делаю небольшое выравнивание. Использую базу от торговой марки Атиком. Это жидкая, пластичная, очень приятная в работе база. Быстро выравнивается и не печет в лампе. После просушки опиливаю указательный ноготь. Убираю бугры, впадины и дорабатываю форму. Теперь он тоже готов к покрытию. Убираю пыль и перекрываю базой. При работе базой важно делать легкие движения кистью, чтобы не продавливать базу, а выравнивать ее. Работать как бы по воздуху. Просушила в лампе все ногти и теперь перекрываем цветным гель-лаком. Работать буду 0,35 оттенком от торговой марки Милана и флакс-гель от торговой марки Нуб. Цветным гель-лаком в данном случае перекрываю в один тонкий слой. Прокрашиваю равномерно весь ноготь и если нужно дорабатываю тонкой кистью. Гель-лак хорошо распределился, проплешин никаких нет. Вторым слоем буду работать уже гелем с черными точечками. Распределяю кистью частички, так как нам нужно. Можно их оставить больше, можно меньше. Это уже кому как нравится. Распределяю кистью частички. Просушиваю в лампе и далее буду перекрывать матовым топом. Топ у меня от торговой марки Атика. Перекрываю равномерным слоем. И здесь важно обязательно прокрасить весь ноготь, чтобы нигде не осталось участка без топа. Просушила в лампе 60 секунд. Вытираю липкий слой и можно смотреть на результат. Вот такая вот у нас получилась сегодня работа. Надеюсь, это видео было вам полезным. Если это так, ставьте пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok